Иконы с мощами Андрея Первозванного, Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и воина Федора Ушакова прибыли в Сочи из столицы. А вот образ Тихвинской иконы Божьей Матери, которую ему более 200 лет, в честь открытия форума привезли из украинского города Дебальцево. Приложиться здесь можно до 4 июня включительно и к 14-мерным иконам с ликами разных святых. Конечно же мы ждем какого-то чуда. Каждый человек ждет чудо от соприкосновения со святыней. И очень хочется пожелать и участникам плодотворной работы, а также жителям, всем тем, кто приходит и прикасается этим святыням, исполнение всех просьб и желаний. Участники же третьего международного форума, которые представляют разные христианские течения и ответвления, планируют обсудить положение христиан на Ближнем Востоке, где сотни тысяч людей подвергаются преследованиям по национальному и религиозному признаку. Делегатов поприветствовал глава Сочи Анатолий Пахомов. Мэр отметил, что проведение такого мероприятия именно в городе Сочи достаточно символично. В городе Сочи в дружбе и братстве проживает более 120 национальностей. И мы действительно гордимся тем, что мы уважаем друг друга, уважаем традиции наших народов, его культуру, его язык. Но мы вместе сочинцы. Похищение, пытки, изгнание семей из собственных домов, массовое бегство населения – все это реалии жителей Ближневосточного региона. Из-за атак террористической организации ИГИЛ страдают как в Иране, так и в Сирии и в Палестине. Бороться за свои права из Ливана приехали представители политического движения «Марада». Мы прибыли сюда в надежде получить поддержку российского государства. И мы уверены, что в том числе и ваша страна под руководством Владимира Путина станет той силой, которая сбалансирует ситуацию на Ближнем Востоке. В числе прочего, духовенство Кубани предлагает объединить усилия по созданию христианской гуманитарной миссии на Ближнем Востоке. Здесь же в рамках форума участникам пожелали услышать друг друга и понять. Начали же с молитвы о мире всего мира.